девчонки все еду батеньку своего забирать его выписали сегодня 8 апреля коридор затмений заканчивается слава богу прошли мы это не испытания как называют на испытания уроки на четверку с натяжкой вот но это я себя так оцениваю нам когда чё нормально прошли грязно тяжко прошли но я лично прошла на четверку можно было бы лучше но знаете нет предела совершенству вот все вперед в путь дорогу дальнюю 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 сейчас не лет примерно ехать делать не только в моем микрорайоне что-то посмотрите перелопатили всю территорию перед кинотеатром родина а снесли здесь было для молодежи такие штучки но они там на скейтбордах на своих катались и видно видите все переделывают ну типа доступная среда что-то на делает я так рада теплу я так рада весне так рада окончанию коридор затмений так рада что я батя забираю сегодня кстати солнечное затмение будет 21 по и 21 в 9 часов вечера так что она еще как бы по сути не закончилась вот но надеюсь надеюсь все будет классно как то так но то что хорошая погода на улице это просто безумно радует и девчонки все таки вот сейчас проехала киа пиканта такого лимонного цвета и я просто вот на эти машины через 300 метров на светофоре поверните направо а затем поверните налево лимонного цвета я просто от них не могу оторвать глаз вот все таки это мой цвет я прям не могу кайфу и переклеивать эту машину я не идет вот этой машине конкретно не идет зеленый цвет едет розовый едет цвет тиффани а вот зеленый ну короче я не вижу эту машину в зеленом цвете меня дилемма переклеить то я хочу под пленку но какой цвет потому что вот у нее черные бордюры как порожки называют и они тут вообще не вписываются не знаю что делать у меня мама верните направо а затем поверните налево на улицу калинина ну чё буду покупать себе такую обувь одежду такого яркого лимонного куда деваться то так тебе надо с велосипеда слазить и переходить без велика не на велосипеде что нарушаешь когда ты слазишь с велосипеда я тебе уступаю дорогу пешехода пока ты не слезаешь что нет ни пешеход ки правила знаете что такие тонкости и оказывается правило есть не только для для этих для водителей к 1 есть как принято водители штрафуют а есть правило и для пешеходов представляете они тоже должны соблюдать правило ну и мы я что я тоже пешеходом бываю как что уже едем домой вот я уже все его забрала единственное мы тут ездим а нам надо было сначала вот вишина выставила продает сейчас рассаду а потом будет продавать помидоры томаты у нее растут но и на речь просто рановато но так вот значит я мы едем обратно заехали еще в ленту купили на три с половиной тысячи рублей продуктов мама сидит там без еды и потому что далеко магазин находится она не дойдет на такие для долгие расстояния поэтому она сидит на ждет у нее там ни фруктов ничего нету вот я купила там апельсины мандарины и яблоки бананы киви взяла и куда мы еще заехали пап а вот в кондитерскую не в кондитерского а в тандыре ерунда такая мир и мир до хлеб тандыря вот там хлеб они вкусный пекут хлеб вкусный пекут там никого односторонние все равно хлеб пекут там и пирожные очень вкусные делают из натуральных ингредиентов там и со сливочным маслом с настоящими со сливками и сыром и такой прикольный бате едет такой прям такой настоящий русская морда такая вот как это показывали раньше фильмы советские вот так что и едем мы сейчас забирать заказ faberlic то есть два места заехали едем заказ faberlic не забирать отдавать мне сдавать надо обувь сдать обувь нужно перезаказала в среду придет но я уже не смогу забрать мы завтра по выезжаем потом заберу как приеду заберу на следующей неделе вот там кроссовки мне пришли черные все-таки перезаказала другого размера и все еще и да а и заправиться надо заправиться вот короче мы нашли кучу плюсов пребывания батя в больнице он прямо игру боженька его любит дело в том что он вылечил за один раз за один присест две болячки представляете у него и камни в почке вам потом эту историю расскажу немножко придем себя ты расскажи ли эту историю а вот не хочется еще как то чтобы врачам как-то подставлять их вот но все закончилось прям лучше чем лучше чем нужно лучше чем думали и вот мы батю пилили пилили там за определенные вещи пилили пилили оказывается он сделал даже благо себе то есть на первый взгляд как в той притче потом тоже и расскажи как-то рассказывала с одной стороны сделал рыба плохо ну то есть неправильно но неправильно а с другой стороны оказалось что это было самое верное он принял два самых верных решения а мы его сломка пилили за этих решений давайте я в эту историю расскажу потому что эта история просто показательная вот уже приеду домой туда сейчас немножко и и телефон очищаю видео загружаю на канал мне больше на телефоне и ну и вообще в принципе надо из саратов уехать прийти в себя немножко объезд а папа он там сбросил килограмм наверное 10 отдохнуть морально психологически я кстати заказала всем с фаберлик антистресс и баланс баланс там чего-то нервной системы и манки папки и себе чтобы мы все пропили все вместе потому что стрессанули все все члены семьи стрессанули мы поэтому я всем заказал антистресс батья антистресс заказала тебе тоже это не на стрессе у нас да это ты так сведе с виду спокоен якобы спокойно сам не стрессуешь сейчас уже все дай отстрессовал а когда ты стрессовал только не говорите вещь который нельзя говорить когда поступали в больницу и все дай а когда камни из почек шли не стрессовал разве ну что делать как куда податься там податься у нас только одно место ну то есть такого что но я-то организовываю все поэтому ты верно не стрессовал я организаторы стресс был потому что более сильный но это история куда я знал по сути дела там все понятно но вот история мы это расскажем по приезду как приедем обязательно и вам расскажем еду ненадолго к ним потому что у меня здесь очень много дел мне еще поездка планируется кое-куда и я уже все как бы все уже почти оплатила ладно пойду забрать заказанную так хотел юбки редко вообще одеваю наш вот этот которая фабер лично уже давно дома я тут готовлю очередной свой кулинарный шедевр потом мы заехали купили я уже много много раз вам показывала эту точку просто все на бегу но не стала снимать вот выпечка из тандыра по-моему называется не пойму что с этим только на вот и мы в этот раз купили пол буханки с папы съели домашний хлеб он так и называется девчонки вообще ни в какое сравнение не идет с обычным хлебом магазином я теперь только буханка стоит на маленькая правда 40 рублей но я теперь только не буду брать на вот потом смотрите взяли там еще бездрожжевой хлеб он стоит 100 рублей если вам покажу его наверное может здесь в ангельсе живет чтобы вы могли тоже если что-то купить они его упаковывают вот так вот упаковку бездрожжевой он из амарантовой там муки амарант семена льна топинамбур семена тмина но там много много всего сейчас я вам покажу его вот такой вот он вот такой вот вот я еще взяла там два новых пирожных я у них никогда не брала их это новый для меня я всегда туда захожу за выпечка потому что если они используют то используют там сметану сыр какой-то не без консервантов не не дешевый то есть не маргарин не какой-то а вот реально у них такая штучная можно сказать выпечка по ценам я бы сказала в москве бы это стоило гораздо дороже не сказал что это дорого но безумно вкусно еще девчонки взяли мы такую термостатную ряженку сернурскую это уже в ленте мы брали волшебные девчонки стоит тоже не дешево 69 рублей маленькая бутылочка тут 450 грамм я папе в два раза больше покупала обычную тут который у нас белая долина саратовская ну даже папа нас уж на что он не гурман он вообще в этом не разбирается разницу не чувствует в продуктах это он сказал что это гораздо просто вкуснее гряженка чем белая долина вот но говорят до сих пор сернурский завод и мало что продается к сожалению валенте продается ряженка кефир двух видов сыр халуми еще какой-то сыр и сейчас я вам покажу вот такие вот маленькие йогурты такие вот даже не детский творог вот с наполнителем клубника банан такой маленький стоит 40 рублей маленький такой-то йогурт стоит 40 рублей но она действительно того стоит еще мы купили не знаю уж буду сегодня есть и такой с бельгийским шоколадом сырочек уберу дорогие сырки обычно вот и все остальное осталось машине все чего купила к родителям домой все осталось машине сейчас я готовлю ужин такой небольшой я кусочек рыбки еще вчера разморозила думала не думала что папа выпишут все таки думал что выпишут во вторник мы поедем по среду поэтому я и заказ оформила faberlic он должен меня среду прийти но в итоге мы уже отсюда уезжаем причем я там в этом заказе faberlic сказала три банки антистресса потому что я понимаю что нам просто всей семьей нужно прийти в себя после вот этих вот после вот этого вот всего голова мойки некой для меня это был такой стресс очень период на игры я прошла его на четверку на с натяжкой такой на четверку то что я все равно там анализирую смотрю как бы можно было по-другому иначе вот я понимаю что как бы с натяжкой с натяжкой и вот я сейчас одна нахожусь кухне я даже вот не иду в общую комнату то мне папа смотрит телевизор те передачи которые он смотрит я их вообще не смотрю новости смотрит сми это федеральные каналы я таким не увлекаюсь вот и я сейчас здесь вот одна наслаждаюсь вот тут делами занимаюсь какими то ну вот просто в своем мирке таком нахожусь и кстати у меня недавно знакомая девушка сделала мне дизайн по моему человека называется у меня там карта прям не в карте не натальная карта прям кстати у меня скоро выйдет справочник хороших людей на бусте вот имейте ввиду это просто вам на будущее говорю я пока там со всеми уже договорилась с астрологом все люди такие знакомые я их лично знаю как кто-то мне помог вообще в тяжелый период времени и знаете это те люди которых вот они штучные они не распиарены их не найдешь там в запрещенке где-то они там будто разрекламированные будут баснословные деньги за свои услуги брать они прямо такие вот эксклюзивные индивидуальные и с большим сердцем людям вот я у меня будет файл размещен на бусте у меня уже есть астролог я с ним по ценам договорилась у вас будет скидка там натальную карту вообще со скидок 50 процентов можно будет сделать вот такую качественную натальную карту таких цен нигде не ни у одного астролога вы не найдете но может где-то по знакомству там подружка вам сделать так вот так вот чтобы человек специализировался конкретно и занимался этим давно а таких цен нету и вот ни одна девушка по знакомству я не знаю захочет она в этот справочник войти или нет вот она мне делает эта дочь моей коллеги она делает дизайн человека и она мне сказала что я у меня там стоит одинокая женщина прямо вот реально в дизайне человека стоит одинокая женщина в плюсе это проигрывается как умение находиться самой собой умение уеда уединяться там еще что-то расписано такое я действительно я знаю пока восстанавливаться и мне игра не бывает одной из самой собой скучно там тоже это прописано а в минусе если это то это такое прямое назначение одинокая женщина ну там одна вот там допустим не знала мужем ну какие такие вещи то есть это если в минусе проигрывается вот этот вот аркан это вот комбинация цифр то тогда это прямое назначение вот и это все соответствует то есть вот реально знаете вот казалось бы а блин многие вот эти вот не верят в это не хочу никого переубедить но вот сколько я всего читаю вижу знаю там про себя и гораздо благодаря этому про и про как сказать переносится испытание потому что понимаешь что это просто твою кармическая данность кармическая какая-то данность и все есть вещь которые просто то есть коридор какой-то в пределах которого ты двигаешься и там ну так вот лепешку расшибись можно и не знаю пострадать плакать вот ну очень сложно будет этого изменить либо изменить положив на алтаре какую-то жертву там вот как то так так вкратце вам говорю то есть такой вот меня будет справочник реально будут такие классные с большим сердцем специалисты своей области каждый в своей области так что вот так вот ладно девчонки блин уже на 7 минут опять наговорила надо приготовить ужин еще с положено и мне нужно домонтировать весь тот материал который меня уже отснят на этом телефоне мне нужно все успеть сделать а до отъезда потому что у родителей очень плохая скорость интернета и мне там это просто нереально будет этим заниматься поэтому делаю это здесь у меня 4 кусочка рыбы и помидорки и ставлю я это все в духовку у меня будет томиться в этот раз я здесь только крышку не буду закрывать чтобы у меня слишком не поплыли ну чтобы вы жидкость испарялась чтобы сильно помидор не поплыли но и так и так поплывут ну вот чтобы испарение шло и не было столько жидкости хотя очень люблю жидкость и я прям вот ну это как соус такой некий для меня для пасты для моей может я так и сделаю но посмотрю папа готовности потому как будет это у меня готовится просто это настолько безумно вкусно я обожаю то есть вот от этого я не устаю помидорку не знаю даже сам можно взять дешевую горбушу не можете себе позволить дорогую красную рыбу дешевая горбуша можно такой шедевр сделать дома гораздо будет вкуснее чем вы пасту закажите я вот сколько заказываю пасту но четко как-то не то вот после домашней после того как я делаю все остальное мне как-то не то это у меня авокадо красная рыбка в сливочном соусе но надо заменять я уже думаю какой-нибудь вкусный хороший греческий йогурт покупать и надо заменять майонез а вот каким-то греческим йогуртом то что это все таки транс жиры я стараюсь вообще уходить от от ерунды какой-то в еде я сейчас десертничаю и иду меня еще много работы значит смотрите там где хлеб вам показывал а я там обычно беру и всякие пирожные и у них обычно авторские пирожные то есть я таких вообще не ела не по каким-то ту армянский какой-то пирог готовит а еще что там вот и в этот раз я у них взяла он там чуть не рассказывал там чуть парлены из фундука там чурля-то поля вот я чуть даже я беру вот все очень не пробовала я там беру и пробую я много чего не пробовала там где есть где разогуляться вот так что ну как бы еще будет у меня время попробовать единственное я не люблю брать ну в упаковке в контейнеры не люблю брать имени кладут в пакет он немножко так по значит потрепался на с другой стороны пленка ему придала такую структуру такую вот необычную необычную пожамканную структуру кое-где отошел у меня этот это на карамель скорее всего это вареная сгущенка но они делают все из-за типа ля сливки 33 процентные либо там сливки овощи деревенские там сыр без консервантов ну там реально они это не маргарина сливочное масло то есть у них такое штучное не массовое штучный то есть если бы я подобного рода покупала вещи где-то продукты москве это бы стоило там кусочек торта 300 500 рублей здесь же естественно другой ценник в ангельсе и они даже в тандыре то есть у них такая бочка специально первый раз видела не пекут даже хлеб там вот просто потрясающие люди но и как люди я не знаю но всегда я вот мимо проезжаю всегда у них что-то покупаю но я уже показывал вам 150 раз не знаю точный адрес я обычно просто к место показывала когда там было